Здравствуйте! Сегодня на нашем канале будет очень интересная и очень мудрая программа, потому что мой гость – стилист, эксперт моды, телеведущий Александр Рогов. Александр, здравствуйте! Я вас представила так, как вы сами о себе написали в своей шапке в Инстаграме. А, я думал, про мудрого я написал. Нет, вы написали «Стилист, эксперт моды и телеведущий». Сейчас проверим. Стилист, эксперт моды, ведущий, автор книги «Гид по стилю», создатель бренда Александр Рогов. Так что вы не полностью мне представили. Извините. Но для меня вы и для многих людей в первую очередь – это ролевая модель человека, который сделал себя сам. И это лишь одна ипостась. И вторая – мне кажется, вы как врач. Вы сделали моду очень доступной, понятной, человечной, и рассказали, как ей пользоваться. За это вам стократное спасибо от многих женщин и, как оказывается, от мужчин. Так вот, когда вы для себя какие-то формировали цели, вы ставили себе такую цель «я хочу еще и помогать». Не просто рассказывать о моде, а быть полезным. Вообще, если бы мне лет 10 назад рассказали о том, чем я буду заниматься, я бы покрутил пальцем виска, сказал, что это бред. А сейчас, видите, все по-другому. Поэтому пути Господни неисповедимы. Ну, на самом деле, тебя просто что-то ведет, и просто нужно следовать за какой-то своей внутренней или внешней звездой. У меня были вообще другие цели. Я собирался заниматься только высокой модой, делать какие-то сложные фэшн-съемки, работать с моделями. Я даже со звездами не работал, потому что считал, что это слишком банально. А потом как-то все постепенно начало переходить в новое русло, и я подумал, что, наверное, было бы неплохо это попробовать. Но даже, опять-таки, отправляясь работать на телевидении, у меня не было цели быть полезным, кому-то помогать. Я вообще занимался исключительно самолюбованием. Хотелось, чтобы меня показывали по телеку, подходили на улице, здоровались и фоточки со мной пилили. А теперь это самое жуткое, что вообще в моей жизни присутствует, это узнавание на улице и фотографии, и селфи. Конечно, это приятно. Я сейчас не буду кривить душой. Естественно, в какой-то степени, идя по улице, ты получаешь удовольствие, когда понимаешь, что люди тебя узнают. Но ты лишен абсолютно своей внутренней свободы и внешней свободы. Ты не можешь позволить себе что-то, что себе может позволить человек непубличный. Понимаете? Ты идешь по улице, а у тебя нет возможности, не знаю, пройти мимо и отказать фото. А когда ты отказываешь, тебе кричат в спину, что ты хам, урод, и что о тебе были совершенно другого мнения. Хотя в этот момент ты просто не обязан ни с кем фотографироваться. Я нахожусь в своем личном пространстве и в данный момент не веду телепередачу, не работаю на сцене и, например, не делаю фан-встречу. Вот и все. Две вещи напрягли. Первое. Разве вы когда-то отказываете в фото, потому что я многократно видела, как вы в неподходящей ситуации говорили, ладно, окей, только быстро. Я иногда говорю, ладно, окей, только быстро. А иногда я отказываю в фото по разным совершенно причинам, по причине бестактности попросившего о фотографии. Я могу отказать в фото человеку, который явно фотографирует со мной просто, потому что он где-то меня видел, даже не знает, кто я. Иногда я спрашиваю, вы знаете, как меня зовут, и мне говорят, ну где-то я вас видел. То есть это не причина сфотографироваться. Если человек подходит душевно, мило, рассказывает тебе о том, что он тебе благодарен за то, что ты делаешь, конечно же, он получит и фото, и обнимашку, и приятные слова. Когда это просто в череде других фотографий кто-то видит, что кто-то с кем-то фотографируется, он тоже подходит, потому что это просто цепная реакция. Я могу отказать. Чего он на одну женщину такую милую наорал? Мне даже до сих пор стыдно. За что? Ну она, там уже был поток людей, я стоял в очередь в ресторан, я хотел есть, я был голодный, все все равно ко мне подходили, это было 10-15 человек, она была уже 16-й. Я просто не выдержал, потому что люди, можно эту тему поднять вообще, что люди в нашей стране потеряли связь между реальностью, воспитанием и просто желанием сделать это дурацкое селфи. И вообще селфи всех испортило, мне кажется, и многие не понимают, что иногда гораздо приятнее известного человека увидеть и понять, что вот он рядом с тобой, и возможно ему что-то сказать, пожать ему руку и зафиксировать это событие, нежели сделать этот дурацкий снимок с пустым взглядом в камеру. И все просто слетели с катушек. Я хотел бы, наверное, чтобы в нашей стране этот вопрос поднимался чаще, потому что, например, в Америке фотографироваться со знаменитостями не принято. То есть если человек находится в своей частной ситуации где-то, и ты его даже узнал, ты не имеешь права к нему подойти и попросить о селфи, потому что это неприлично. Потому что в данный момент человек не работает, в данный момент человек не дает интервью, в данный момент человек не презентует, не знаю, некий свой проект и так далее. Поэтому он находится в контексте своего личного времени. Единственное, что можно делать, это папарацци фотографировать знаменитости, потому что есть такой внегласный закон, что если ты известный человек, тебя можно сфотографировать. но нарушает твое личное пространство неприлично поэтому я хотел бы чтобы мы эту тему поднимали и чтобы люди вспомнили все-таки о воспитании такте или ты сидишь ешь в ресторане вот с ложкой во рту к тебе могут подойти люди попросить о снимке и при этом ты должен улыбнуться и это сделать для них а когда ты отказываешься ты слышишь в адрес в самаре мы сейчас были снимали финал программы возле ладьи это их одна из достопримечательностей да мне в спину кричали что я хам урод и вообще по телевизору я такой добрый а вот жизни нет вы умеете это пропускать ну какие-то моменты ранят я могу об этом неделю думать вчера обидел женщину даже если вы сейчас смотрите и помните что это я пожалуйста простите меня не хотелось обидеть не умею это хорошо это значит вы живой ну наверное да опасная вообще как оказывается профессия стилиста мало того что оскорбляют мало того что могут не понять вторгнуться в ваше личное пространство потому что вы делаете все для того чтобы быть максимально открытым но в доступных пределах еще и угрожают если что-то не понравится но тут просто проблема именно в том что я для людей заложник своего телевизионного образа естественная солнечные волшебные прекрасные берущий за руку и обнимающий я правда это делаю искренне то есть все что я делаю для героев я делаю от чистого сердца не потому что у нас написано сценарий в котором указано что александр рогов должен 23 раза за программу обнять героев поцеловать и сказать 7 комплиментов я это делаю от души для героя который ко мне пришел естественно зрители видя это на экране считают что я такой же в жизни дают уже добрый позитивный но я могу в жизни быть и расстроенными могу и трассежными могу быть уставшим я могу быть занятым и многие не не отделяют тебя твоего телевизионного образа вот и все вы будете отслеживать дальнейшую вот очень долгосрочную судьбу этих героев зачем через год например ну вот все привыкли что мы ковер-шоу дают такие пафосные обещания что мы преобразили тебя и теперь твоя жизнь будет прежней я никогда этого кадре не говорю я говорю ты сейчас в этот вечер увидела себя нереально красивой и теперь ты после этого вечера сама должна решать и запал который я тебе дал используешь для того чтобы свою жизнь реально изменить или не используешь и честно это не мои проблемы уже используя человек это или нет потому что я все что мог сделать в контексте конкретного шоу и конкретной жизни человека я сделал мы подарили тане мешок одежды это не просто лук туфли и платье это реальный гардероб мы подарили тани кучу подарков таня будет сопровождать местный велосипед и парикмахер в течение года бесплатно она может пойти на курсы научиться макияжу увидеть как это все делается может ходить парикмахер и обслужиться у него бесплатно мы дали тане огромное количество советов позитивных каких-то моментов открыли ей глаза на свою привлекательность и внешность заново я понимаю что я задаю вам вопросы они у вас вызывают удивление потому что для вас ну как это кому я вообще что-то могу перепоручить я сам хозяин всего хозяин своей жизни сам отвечаю за тот продукт и за каждую мелочь в своем продукте которая есть для вас она не мелочь вам вам трудно за всем этим уследить я все кайфую просто невероятно во первых конечно я делаю все это не один важное умение любого человека который является основным например в команде это делегировать и конечно у нас есть огромное количество людей которые выполняют определенную работу я им доверяю и не люблю перепроверять качество сделанного продукта соответственно у нас есть редакторы у нас есть дополнительные продюсеры у нас есть мои ассистенты которые помогают мне с одеждой хотят все одежды выбирая магазинах самые мы покупали одежду здесь екатеринбурге специально из москвы для героини ничего не привозили бы не знали даже как она выглядит кроме лица и у нас не было ее мерок размеров у нас соответственно есть люди которые занимаются монтажом программы присылаю уже мне потом на утверждение эфиры так что ну как конечно я делаю все не один есть команда людей которых я люблю которым я верю у нас здесь в екатеринбурге вообще всех этих поездках региональных случилось просто это единение невероятным мужчин что в детском лагере побывали 8 дней проведя друг с другом практически бок о бок это очень классный опыт мне очень понравилось нет и нет я бы я проникнусь тем что вы говорите вы обозначили что вы видели героиню только лицо при этом вот тема боди тема тела сейчас очень актуально где то самое вот серединная золотая грань между принятием себя в любом виде и уже не допустимостью себя так запускать ну как вообще я с одной стороны за бодипозитив а с другой стороны против потому что большинство людей не понимает что это такое большинство людей думает что бодипозитив это лежать на диване жрать чипсы смотреть телеками читать о лучшей жизни а потом себя оправдывать тем что у них живот висит до колен и они себя приняли и сверху наденут трикотиновое платье это не бодипозитив будет бодипозитив это эшли грэм которая до находится в большом весе но при этом она из спортзала не вылезать для того чтобы тело было подтянутым а еще она в этом весе то что ей просто бабки платят за то что она такая она является лицом вот этой бодипозитивной истории вообще мы живем очень сложном мире сейчас что не скажешь все не так тут и этого обидел вроде как это не очень корректно выразился поэтому все может помалкивать стоит бодипозитив же это не только вес вот вы сейчас тоже говорите исключительно какой-то такой очень тонкой грани бодипозитив это все это нос это форма лица это цвет волос бодипозитив это не только пышные формы но и очень худые люди например в уфе у нас и будет как раз таки эта тема поднята и бодипозитива и бодишейминга когда у нас участвовал очень худая героиня который просто в течение последних лет все замучили вопросом а что ты такая худая то даже вопрос не будет позитива вопрос глупости человеческой хватит задавать дурацкие вопросы спрашивать у человека почему он не замужем или почему он не женат а почему тебя детей нет а почему такая худая а почему такая толстая почему это всех волнует поэтому я вообще за то чтобы следить за языком из-за воспитания у нас вообще не людей не воспитывают принятия к сожалению большое количество людей не отличаются воспитанием и не собираются им заниматься задают глупые вопросы пишут дурацкие комментарии все избалованы интернетом что можно написать что хочешь а потом еще назвать это своим мнением вот у меня недавно даже пост инстаграм был на эту тему все высказывают свое мнение когда у них не спрашивали я сейчас на интервью сижу вы мне задаете вопрос я имею право выразить мнение потому что вы меня о нем спросили правильно правильно плюс у меня спрашивать и мнение по каким-то темам которые пересекаются с тем чем я профессионально занимаюсь мое мнение возможно реально людей интересны в эксперт именно а когда ты просто выражаешь мнение по любому поводу и где тебя даже в ней не спрашивали то что люди считают что размещение фото в инстаграм это повод высказать мнение это не повод высказать мнение мой инстаграм мой альбом для меня моих друзей и людей которые за мной следят и соответственно если я выложил фотографию наверное имеется ввиду что мне очень нравится этот снимок мне нравится костюм в в котором я там стою, мне нравятся позы, возможно, в которой я там сижу. Он мне нравится. Я не блогер и я не публичная личность, которая любит хайповать и провоцировать всех. Я веду свой альбом, выкладываю фотографии. Соответственно, имеется в виду, скорее всего, что мне этот снимок нравится. И если человек меня фоловит, то, скорее всего, я от него жду лайк и, возможно, какую-то приятную подпись. И даже если вдруг это будет комментарий с выраженным мнением, я жду его как минимум в корректной форме, а не с матом и какими-то оскорблениями. Правильно? Поэтому многие перепутали, что такое мнение, что такое бодипозитив, что такое быть в форме или быть не в форме. Поэтому все, честно говоря, эту тему затрагивать не люблю. И опять-таки, я считаю, что каждый человек имеет право быть таким, каким он хочет быть. Правильно? Каким он себя чувствует. Если ты хочешь сидеть на диване и опять-таки есть чипсы, шикарный выбор. Сидите и ешьте. Только потом через 10 лет не надо сидеть, плакать на подоконнике, если вы туда еще сможете залезть, о том, что жизнь как-то не так сложилась. Правильно? Правильно. Каждый выбирает сам, что он хочет в этой жизни сделать. И мы с вами это интервью начали со слов, что я человек, который сделал себя сам. Меня зовут Саша Рогов. Я из поселка Рассвет Тульской области, из совершенно обычной семьи, в которой никогда не было гипердостатка и который вообще даже не мог мечтать о том, что он делает сейчас. Ни о своей книге, ни о телешоу, ни о бренде, ни о шмотках, которые могу себе позволить купить, ни о часах, ни о браслетах. Я даже не предполагал, что это в моей жизни случится. Но это в моей жизни случилось не потому, что я пошел и кто-то мне это подарил, а потому, что я решил заниматься любимым делом и кайфовать от жизни. У меня даже цели изначально не было, деньги зарабатывать и, не знаю, двигаться куда-то там к звездам. Я просто занимался тем, что я люблю. И один из моих основных посылов по жизни – это найдите себя в этой жизни. И найти себя – это не значит заработать денег. Найти себя – это кайфовать от того, чем вы занимаетесь и что в вашей жизни происходит. У кого-то это мода, у кого-то это телек, я реально кайфую от того, что я делаю. У кого-то это семья, у кого-то это много детей, у кого-то это работа с детьми, у кого-то это социальная какая-то позиция. То есть просто себя найдите, перестаньте всех обсуждать. Каждый раз выдавать свое мнение зачем-то, подумайте о себе реально, помойтесь. Но правда, половине страны просто нужно помыться. Вот ко мне подходят люди фотографироваться, а я в этот момент даже не дышу. Потому что если я вдохну, то просто простите меня, я сойду с ума. Понимаете? Как вы думаете, это корректно человеку? Вот он пришел, вы почувствовали, сказали, ну меня-то хоть послушай, в баню-то сходи. Нет, ну а вы считаете, что нужно мучиться и сидеть с тем, кто воняет, и терпеть это? Я наоборот считаю, что от кого-то от кого, а от вас, может быть, это услышат. Им могут 10 человек говорить и не услышат, а от вас услышат. Вы говорите? Опять-таки, нужно понимать, что есть так называемые правила уместности. Есть ситуации, в которых это можно сказать, есть ситуации, в которых можно отойти, не дышать в этот момент воздухом с человеком, от которого неприятно пахнет, правильно? Соответственно, если эта ситуация позволяет мне в данную секунду это сказать, я скажу. Например, если это героиня моего шоу и от нее пахнет. У нас, кстати, неоднократно в программе была история, связанная с запахами, когда я разбирал вещи героев, а от них просто воняет. Я об этом говорю в кадре, мы даже в эфир это выпускали, можете проверить. А если это ситуация, что я на каком-то мероприятии общественном и от кого-то неприятно пахнет, а у меня был такой случай, когда была выставка одного известного фотографа в Москве, и куратор выставки была в очень красивом платье, с косухой на плечах, и от нее жутко воняло потом. В итоге ее просто увели из зала, видимо, гости начали говорить кому-то, что давайте как-нибудь освежим пространство. Поэтому здесь нужно отдать себе отчет. Вы хотите вмешиваться в эту ситуацию? Вы хотите ее как-то исправить? И можете ли? Либо можете ли вы из этой ситуации просто выйти и... Безболезненно для себя хотя бы. На днях мы были в одном из магазинов, кстати, в Екатеринбурге, и продавец нам помогал с выбором размера обуви, и от него неприятно пахло. Я менеджер сказал, чтобы они своему сотруднику сообщили, что есть правила гигиены, и можно привести себя в порядок. Вы сказали буквально в ответе на прошлый вопрос... Я решал, что я упырь какой-то после этого интервью. Можно я скажу, чтобы никто даже так не подумал, что вы в принципе не были готовы к этому интервью, и чтобы вы нам сделали большое одолжение всему Екатеринбургу. Нет, я не делаю одолжение. Я либо делаю что-то, либо не делаю. Принимаю это решение или нет. Плюс у меня есть так называемое правило ответственности. Если люди пришли, я подтвердил, что интервью будет, ну, как бы, нужно принять решение. Либо ты его даешь, либо не даешь. Я же его уже даю, все нормально. Просто я реально уставший, у меня сейчас вылет в Москву, и вы еще и вопросы мне задаете провокационные. Поэтому, возможно, мое мнение покажется всем... Нет, пожалуйста, задавайте. Возможно, мое мнение всем покажется слишком резким, дерзким, что я выпендриваю, сижу не так. Слушайте, вы всегда были честны со всеми. Это то, за что меня моя аудитория любит, в частности. И я считаю, что честность – это основополагающий момент во всем, что я делаю. Я все делаю честно. Я никогда не буду участвовать в проекте, который мне не нравится. Я никогда не пойду даже в рекламе сниматься, если мне не нравятся продукты или те люди, которые его делают. Я честность своей аудитории. Абсолютно. На 100%. Вы сказали, и мы это знаем, и демонстрируете, и мы этим гордимся, и берем пример, что вы сделали себя сам. Можно ли в современном мире сделать себя самому без доли риска и авантюризма? Так вообще, авантюра – это мое и все. Если бы я не был авантюристом, причем я был авантюристом, совершенно не знаю, что я авантюрист. Мне бы все казалось, что я такой милый, скромный мальчик из деревни, и все. А сейчас, уже по прошествии, боже, 15-20 лет, я думаю, боже, какое я был авантюрный. Как я мог вообще вот это сделать? Как я мог это сделать? Как я мог туда попереться, еще вот это сказать, и в итоге получить то, что я получил? Поэтому авантюризм – это вообще, мне кажется, важнейшая способность человека в России точно. Важнейшая для того, чтобы построить карьеру и добиться каких-то результатов. Потому что в нашей стране почти ни одной индустрии нет. Индустрии моды не существует. Да, она есть в зачаточном состоянии, глянец, который как-то там уже не понимает, что ему нужно делать, мода, русские дизайнеры. Но правил нет. То есть ты можешь быть никем, а послезавтра стать всем, просто потому что ты с правильным человеком познакомился. А возможно, потому что ты что-то где-то там написал или что-то где-то сказал. Поэтому авантюризм – это очень важно. Вот сейчас я авантюры себе какие-то невероятные не позволяю, хотя даже наш региональный проект «Рога в городе» – это просто абсолютнейшая авантюра. Мне все знакомы, крутили виска, говорили, ты больной. Почему? Ну, куда ты едешь? Как ты едешь в регионы, ты не везешь с собой никого, кто будет себе помогать. С тобой идет только съемочная группа, которая фиксирует процесс. Мы едем без шмоток, ничего не готово, ничего не куплено, потому что любое телешоу все делает заранее. То есть мы снимаем студию, к нам приходит герой, и, естественно, я за 2-3 дня до съемки уже знаю, в чем они у меня будут, что будет на примерке, какая будет обувь, то есть все готово. Мы просто снимаем. Здесь не было готово ничего. То есть мы даже не знаем, как салон красоты выглядит, где мы будем снимать, мы туда приходим перед съемкой за час и ставим свет, и вешаем плакаты, чтобы зеркала закрыть. Поэтому это авантюризм, и для меня это очень важно. И для меня важно ощущение риска, что вот я не знаю, что будет завтра, а вдруг налезет, а вдруг не налезет, а понравится, а не понравится. Меня это просто безумно качает, и других таких экспертов. Специалистов, как я, в нашей стране точно нет. Поэтому авантюра – да, и плюс еще есть такое понятие – профессиональный дилетант. Не знаю, слышали вы об этом или нет. Вот я профессиональный дилетант, я не учился телевидению, я не заканчивал телевизионных курсов, я не учился речи, я ее себе не ставил, я не учился стилю. Вы знаете, что вы один из лучших экспертов не в мире моды, а в принципе экспертов на нашем телевидении, у кого практически идеальная речь? Ну это еще надо спасибо моему редактору сказать, который иногда мне может поправить ударение, но в целом как-то так вышло. То есть я пример профессионального дилетанта. И профессиональный дилетантизм хорош в чем? Ты не знаешь, как можно и как нельзя. Ты не знаешь, а можно сейчас вот так сделать или нельзя, а можно вот так монтировать или нет. Вот профессионал будет бояться, а вы этого не боитесь, потому что не знаете. Да, потому что тебе дают правила конкретно, конкретный свод, и ты должен им руководствоваться. А когда ты не знаешь, как надо, можно так или нельзя, а вот можно позвонить человеку, или нельзя позвонить человеку, а можно в монтаж вместо вот этой сцены поставить вот эту сцену. И у тебя все получается, и в моде то же самое. Тем более стайлинг, это вообще профессия прикладная. Ты с руками своими ничего не делал, тебя может 25 человек учить, и ты можешь 35 курсов пройти, но это совершенно не значит, что ты станешь специалистом. А вот если ты ручками делаешь, я одного нарядила, второго, юбочку застегнула, туфли пять раз надела, вот у тебя опыт появится. Поэтому стайлинг, исключительно прикладная работа телевидения и телевидения, тоже прикладная работа, работа с ухом, тоже прикладная работа. Ты пробуешь, 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 у тебя получается. Вот и все. А самая запомнившаяся авантюра вот в начале вашего пути была с берлинским стилистом? С двумя берлинскими стилистами? Ну, вообще две сцены, собственно, моей жизни авантюрные. Обе авантюры связаны с Берлином, как ни странно. Первое, это когда я по знакомству пошел устраиваться на работу в реалити-шоу, голод, его ТНТ показывал. И я пришел, наврал, что я монтажера, меня взяли, привезли в Берлин, и в монтажке выяснилось, что монтировать я не умею. А меня, собственно, должны были депортировать, но, опять-таки, дух авантюризма не дал мне лишиться этой работы, и я был назначен ассистентом режиссера и, собственно, проработал. А расскажите, что вот конкретно в этот момент, когда выяснилось, что вы не можете, вот что случилось? Вы сказали, покажите, я сделаю, научите меня. Нет, ну как, я же знал, что я не могу. Ну, как бы, я думал, что монтажка будет, там будут две кнопки, и я буду делать вот так. Но когда выяснилось, что это пять мониторов, а перед ними стоит клавиатура, и даже нет мышки, все делается кнопками, естественно, я понял, что, как бы, ну, тут не получится ничего. Но у меня была попытка вытянуть ситуацию, я пошел в соседнюю монтажку и попросил инструкцию по применению к этому. Бумажную? Кагрегату, да. И мне выдали три вот таких вот толмута, сказав, ты зачем? Ну, я сказал, естественно, что я там одну кнопочку забыл, мне надо посмотреть. Ну, я сел с этими толмутами, просто сидел в монтажке, пока не пришли продюсеры и сказали, давай загоняем материал, все выкладываем на линейку, начинаем резать. Ну, естественно, по мне было видно, что я этого не буду делать. Но мне отвели в сторону, сказали, ты не умеешь. Я сказал, я не умею. И они, на самом деле, это, опять-таки, вот голод и работа на ТНТ, на этих двух проектах, это был голод в Берлине, голод в Нью-Йорке. Я, собственно, сделал вывод о том, как себя, в принципе, надо вести, когда ты высокопоставленный человек на проекте. Я сейчас так же общаюсь с моими подчиненными. То есть меня не линчевали, на меня не орали, меня не оскорбляли. Мне сказали, Саша, ты понимаешь, что ты нас подставил? То есть мы сейчас тебя привезли одним из трех монтажеров, которые собирают реалити, которые выходят в эфир каждый день. Ты нас просто подставил. Это неправильно. То есть надо было изначально сказать, на какую позицию ты хотел бы претендовать, мы бы тебя взяли. Ты нам наврал. Выкручивайся. Не выкручивайся, мне сказали. Поэтому, как мне объяснить, что это нехорошо. То есть я больше так, как там, никогда не врал. То есть нельзя врать о том, чего ты не сможешь сделать. Вот и все. Меня посадили в коридор, три дня там сидел. Мне сказали, просто нам некогда сейчас с тобой заниматься, мы через три дня тебя отправим обратно. Поэтому просто пока сиди здесь. И дальше уже был авантюризм. Когда я сидел там, и меня прошел Борис Юхананов, режиссер проекта на тот момент, который орал на продюсеров, почему мне не привезли ассистента. Я сказал, ребят, я сижу тут три дня. Давайте я буду ассистентом. Я говорю на немецком, я говорю на английском. Съемки шли в Берлине. Я смогу общаться с частью съемочной группы, кто живет в Германии. И меня поставили просто на два дня помочь. И за эти два дня в мои задачи вошло доказать, что я достоин остаться на этой позиции. Я был главным ассистентом режиссера в итоге. Увидели, что у вас менеджерские навыки, что общаетесь хорошо, подход к людям ищет, находите. Да, и все. Я там начал себя применять. И вторая история? Вторая история, естественно, с берлинским стилистом. Но здесь уже были сделаны выводы. То есть я не врал про то, что я не могу. Да, я показал чужие работы вместо своих. Да, я сказал, что это мои съемки. Но я показал те съемки, которые я искренне хотел бы сделать сам и теоретически сделал бы, если бы у меня был доступ к вещам, к моделям, к обуви и ко всем этим аксессуарам. Поэтому тут в Раково уже была такая, знаете, заманушка. То есть мне нужно было наврать, показать портфолио, а потом доказать, что я реально это смогу сделать. Вот, доказал же. И вы со студентами своими тоже вот так же потом общались, что для начала принеси мне то, что тебе нравится у чужих. Ой, прям прочитали все мои интервью? Молодец. Спасибо, да, я старалась. Но я потому что знаю, что вы проверяете всех. Вы проверяете тех, кто с вами фотографируется. И вчера проверяли, какие они программы ваши видели. И журналистов проверяете. Не, ну а что мне тратить время на людей, которые к интервью не готовятся? Я могу уйти с интервью, если я понимаю, что человек просто пришел, задает вопросы из головы. Слава богу, что меня еще пока не спросили о трендах сезона. Вот я надеюсь, все не спросите. Нет, я не спрашивала, не планировала, клянусь. У меня другой вопрос. Вы человек яркий во всем. Вы ведете себя ярко, вы чувствуете себя ярко, я уверена почему-то в этом. И вы выглядите ярко. Никогда не было у вас в жизни такого, что я вот лучше поскромнее, вот сейчас потому что не хочу, чтобы меня вообще замечали. Вы знаете, даже если я захочу, чтобы меня не заметили, это все равно не получится. Вот сейчас для меня я одет, чтобы меня не заметили. Я уже обратила внимание. Я просто в кожаной куртке, я в спортивных штанах и в кроссовках. В принципе, так ходят все. Но вопрос-то в другом, что внутри. Ну вы понимаете, что вы крупный, и я не про размеры? Да ничего я не понимаю. Мне хочется иногда быть незаметным. И мы на днях обсуждали, собственно, с моими ассистентами, особенно после очередного забега по магазинам, где ты 20 минут из 40, которые тебе есть на шопинг, фотографируешься с людьми. Потому что я очень добрый, на самом деле, человек. И почти во всех ситуациях скажу, да, конечно, можно сфотографироваться. Я думаю, опять, видите, на тему селфи зачем-то перешли. Мы вчера обсуждали, что либо мне надо купить маску, знаете, такую. Медицинскую? Ну, есть медицинская, а есть бренды, которые просто а-ля медицинские маски выпускают в Японии. Очень модно ходить в таких тканевых масках. Например, Оли Серебкина из Серебра всегда путешествуют только в тканевой маске. Во-первых, чтобы ее не узнали. Во-вторых, она такая очень осторожная, чтобы не было никаких бацил вокруг. Вот купить тканевую маску, она будет прикольная, есть такой бренд офф-вайт, такая просто черная с таким крестиком здесь. Либо у меня есть бандана такая шелка, можно бандану так завязывать. Блин, ну, я вроде бы лицо закрою, но при этом это опять будет привлечение внимания, и все равно все будут на это обращать внимание. Не знаю я, что делать с этим. И при этом, опять-таки, я не буду кривить душой. Мне нравится внимание, естественно. Я эксцентричный, мне нравится, когда меня смотрят, меня это заряжает. Мне нравится, когда я стою на съемочной площадке, общаюсь с героями. При этом вся съемочная группа вокруг вот так завороженно на меня смотрит. Конечно, мне это нравится, от этого кайфую. Но это то, опять-таки, от чего ты устаешь. Это палка о двух концах. С одной стороны ты от этого кайфуешь, а с другой стороны иногда это является главной основной проблемой, потому что твоей жизни просто личной не существует. Очень странная история, очень несвойственная для Екатеринбурга. И мы все были уверены, что вас знают и любят женщины в Екатеринбурге, в очень таком суровом городе. А вас знают и любят мужчины. Практически половина из тех, кто на вас, ну, корректно на вас реагирует или не очень, кто вас узнает, это мужчины. И это очень странно. Почему? Вот объясните мне. И на самом деле это самый классный кайф, когда... Это вот мое любимое в узнавании, когда ко мне не девочки маленькие подбегают, или там подростки, девчонки, или модницы какие-то. То есть, очевидно, понятно, да, они смотрят меня, там, не знаю, фолловит, смотрят по телеку или в ютюбе. Ожидаемое узнавание. Но когда ко мне подходят люди, которые вообще, как мне кажется, не являются моей целевой аудиторией, это какие-то мужчины, какие-то взрослые дяди. Иногда ко мне подходят какие-то люди, которые вообще, казалось бы, откуда вообще вы меня знаете, и почему вы сейчас подходите. И они к тебе подходят не с словами, эй, ты вообще, да... Да ну ладно, ну что, прямо так подходят. Ну вот вы думаете, что вот я живу в волшебном розовом мире, в котором тебя все спают комплименты? Мне кажется, люди не могут к вам вот так вот подойти, и смелости не хватит, так сказать. Ну давайте в следующий раз я буду ходить с камерой, и мы это продемонстрим. Конечно, это случается нечасто, но это бывает. И когда к тебе подходят люди, которые, казалось бы, вообще не должны были бы обратить на тебя внимание, или окей, даже, возможно, они тебя где-то видели, но фокусироваться на тебя они не будут, и они подходят и говорят, Александр, мы смотрим вашу программу, или я вижу, что вы делаете в YouTube, или мне нравится, как вы выглядите, в этот момент я просто столбенею. Это удивительно. Я не рассчитываю на мужскую аудиторию вообще, то есть я не работаю на мужскую аудиторию в принципе, ее вообще нет. YouTube только чуть-чуть, потому что я только на себе могу показать одежду, поэтому, когда я делаю что-то про луки и про моду, я показываю на себе в виде мужской одежды, но при этом все равно всегда перехожу на женскую моду, говорю, девочки, вы тоже можете надеть футболку с яркими брюками, белыми кедами, взять нарядную сумку. И очень часто в последнее время в своем стиле я использую такие джендер-флюид вещи, вещи без пола. То есть у меня может быть сумка, которая теоретически может быть в руках у мальчика и у девочки. Мне странно, почему у меня есть мужская аудитория, которой тоже интересно, что я делаю, хотя для них я не делаю ничего. Это странно, я не знаю, как это объяснить. Мне кажется, что это исключительно связано с тем, что я все делаю честно. И когда человек делает честный продукт, даже если вдруг он делает что-то, выходящее за рамки интересов того или иного человека, все равно это будет интересно. Потому что главное же смотреть на то, что сделано с душой. Напоследок, я знаю историю реальную, когда к вам подошла женщина, не фотографироваться, она выразила вам восхищение и сказала, слушайте, посмотрите, пожалуйста, на меня пару минут и просто двумя словами, что не так. И вы ей сказали. И она дальше уже пошла жить вот с этим вашим советом, что-то поменяла в своей жизни и даже потом написала у себя в соцсетях о том, что мне хватило двух слов от Александра Рогова. Возможно, это был какой-то поверхностный взгляд, но я сейчас вообще красотка, я себе очень сильно нравлюсь, и не только внешне. Я не знаю, на такую историю. Вот такая, я постараюсь вам найти и переслать эту историю. Это роскошь получить от вас вот такой совет на бегу, но профессиональный? Почему? Ну вот если к вам подойдут не фото, а сказать, Александр, вот за что зацепились, скажите, пожалуйста. Я с удовольствием скажу. Скажите, пожалуйста, вот сейчас. Я бы брошки снял и постриг бы. Как? Я бы снял точно фетровые брошки, они вам не нужны. Но то, что фетровые брошки, когда вы не разговариваете, презентуют вас вообще не в том свете, в котором вы на самом деле выступаете. Вы достаточно четкая, очень конкретная, вы задаете острые вопросы, при этом достаточно аккуратно. А ваши эти брошки, как будто бы знак не о том. Как будто бы сейчас перед тобой девочка-припевочка, которая будет спрашивать о трендах сезона и что с чем сочетать. Слава богу, этих вопросов в интервью сейчас не было. Поэтому брошки бы я точно убрал. Я бы убрал в длину. Вот так, что у вас острое лицо, красивый подбородок и волосы длинные. Вам не нужны. Вам нужно убрать в такое удлиненное коре. Будет вообще бомба. Бульку не носить. Ну, потому что, опять-таки, лицо острое, а вы кругленькую сверху штучку себе сделали. Я бы какое-то вот что-то поострее делал. Что у вас там с платьями, я не знаю. Ой, кеды супер. А платье чуть маловато. Вот здесь, смотрите, тянет, видите? Спасибо. Я бы никогда этого не сказал, если бы не спросили. Если бы я не спросила. Я бы упрощался, сделал комплимент, поцеловал бы ручку, сказал спасибо большое за интервью. Прекрасно выглядите. Понимаете? Это, опять-таки, пропрошенные, непрошенные советы. Когда к тебе приходит герой или человек на улице и говорит, Александр, здравствуйте, а вот я вот, пожалуйста, а что? И, опять-таки, сейчас в нескольких городах эти сцены даже зафиксированы. Мы снимали шопинг, и я сам подходил к людям. Девушка стояла возле... Это было в Екатии, кстати. Девушка стояла возле зеркала с мужем. Примеряла куртку, которая, очевидно, была ей велика. Я подошел, сказал, девушка, куртка вам велика, вам нужно размер меньше. И она реально лежала рядом, и муж наставил на размере меньше. Я решил, конфликт семейный. Понимаете? Можно ли ей широкий? И он ей по правилу с размерности подходил, и я сказал, конечно же, что его надо взять. То есть я советы даю с удовольствием, и на меня, на самом деле, это повлиял, в этом повлиял именно Нью-Йорк. Потому что, когда я жил в Нью-Йорке, я понял, что там люди совершенно по-другому реагируют на незнакомых. То есть ты можешь идти по улице и встретиться взглядом с кем-то, и этот человек тебе говорит, классно, you look cool, you have sunglasses, I dream of it, you have nice shoes. То есть тебе просто все время делают комплименты. Все время. И не потому, что они перед тобой заискивают, они даже не знают, кто это. И не знают, кто ты. И они знают, что они тебя не увидят через минуту. Они просто тебя видят и говорят, вау, cool, nice, lovely, вау, smile. Очень классно. Поэтому я с удовольствием людям делаю комплименты. Каждый раз, если ко мне кто-то подходит, даже это уже в шутку переросло, спрашиваю, как человека зовут. Мне там девушка отвечает, например, что ее зовут Анастасия. Я говорю, вам очень идет ваше имя. Знаете, как люди улыбаться начинают? Или сказать, у вас классные туфли. Или у вас супер, там, не знаю, сумка. Мне ничего не стоит это сделать. Вот вообще ничего. Я через полчаса вообще забуду, что я это сделал. А женщина, которой я когда-то в проброс что-то сказал, и даже этого сейчас не помню, жизнь свою поменяла. Понимаете? Александр, я вам очень благодарна. Вот прежде всего за то, что вы честны, такого очень мало, за то, что вы ничего не боитесь менять в этой жизни. И за то, что вы такой профессионально ответственный. Я понимаю, что от меня вот это странно звучит, но поверьте, это очень-очень ценно. Спасибо вам большое. Друзья мои, Александр Рогов был в гостях в Екатеринбурге. Ловите, пока не уехал. Нет, пожалуйста, я хочу домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова